здравствуйте уважаемые зрители нашего видео канала любители ножей сегодня нахожусь в домике для стражей на озере кошкина вот хозяйка озера кошка вот она у нас беременная мы скрестили с маяку нам она скоро будем смотреть что получится я буду котятки я думаю котятки будут очень красивые тоже кошка красивый мейк он красивый вот уже даже очень много народу кто-то этой кошечки хочет котенка естественно бесплатно а если которые останутся будут жить здесь здесь рыбы много мышей много будет все хорошо ну да ладно я сегодня хочу очередной раз рассказать про нож в данном случае про нож карачаевский как правильно бичак или бычак честно скажу не знаю уничтожить не буду у нас бы чак называется вот сейчас я его разбинтую и скажу более подробно вот данная модель из дамаска рукоять амарант фиолетовое дерево дерево вот амарант конечно дерево очень интересное говорят это родина его южная америка использовался она там на такие ответственные моменты как шпалы говорят делали раньше опять же говорю то что я слышал то и вам рассказываю но дерево очень жестко нет не поднимает ворс единственный цвет фиолетовый любителя я вот не очень люблю фиолетовый цвет но подкупает его конечно такая монолитность мы как вы заметили становились из африканских практически на трех деревьев это венге падок и амарант вот это то что мы берем то чем мы пользуемся амарант и падок это деревья менее колки и всех меньше из них колется это самый прочный это наверное марат будет вот единственный достатку нет свет кому-то может быть даже нравится еще раз говорю да ну и вот этот нож этот нож опять же придумал народ значит я его копировал с оригинала но скажу как он сделанный в оригинале он сделан и вот такие же фасочки здесь давай крупно вот там оригинала такие же фасочки также утоплен клинок но сделано немного по-другому то есть там как бы сделано листовая латунь то есть она вот загнут таким образом потом туда и туда то есть она гарды как бы немножко по-другому сделано вот но суть такая что передний вот притин или как бы полу гарда как его как угодно ее можно назвать здесь не полу гарды здесь все-таки правильно наверное больстером назвать да потому что ну какая здесь ни упоров ничего нету она на них именно вот клинок должен садиться внутрь мы единственно что изменили мы не стали вот делать вот этот вот эту пластинку тонкую мы просто здесь фрезеруем делаем фасочки то есть форму сохраняем а дальше это просто идет у нас больстер цельный и дальше уже идет с одной монтаж но еще что у нее интересное у него видите рукоять ровная такая чуть-чуть на конус клинку идет и вот здесь такой вот как бы раз загибчик и копируем ли мы его с оригинала размер оригинальный все ну ну все оригинальное только здесь у нас стоит домах но любую железку можно на самом деле поставить нож очень удобный здесь все играет роль и размер и ширина и соотношение длины к ширине и легкий дропчик даже присутствует его мало видно но он есть он вот видите раз понижение и вот этот вот подъем я уже как-то вот рассказывал каком-то видео но повторю была с ним такая интересная история я все-таки учился в советском союзе и для меня как бы было такое понятие что в общем расскажу коротко республика называлась кто помнит карачаево черкесия вот а как бы народ совершенно разные да то есть карачаевцы и черкесы и я как-то тогда подумал что когда этот нож выпустили я его знал что он карачаевский думаю республик карачаево черкесия и я его назвал черкесским и только я выложил на сайт и вдруг мне буквально не знаю в этот же день звонок по телефону даже откуда мой номер может быть на выставке кому-то давал и говорят слушай ты зачем наш нож обозвал черкесским ерунда как вот ну карачаево черкесия вот нет это и человек мне с акцентом объяснил очень доступно что у них свой нож у нас свой нож этот нож не черкесский нож карачаевский его слушай вообще не проблема я как-то вот не зациклился это казалось очень важно с точки зрения функционала нож очень 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 просто очень удобный то есть ничего лишнего и хочу вот на что обратить внимание вот кто наблюдательный тот мне тот ну для себя должен понять да что все ножи которые национальные практически все ножи не это без упоров не имеют гарды давайте возьмем финские ножи финки возьмем вот этот вот карачаевский нож возьмем якутский нож корякский нож да даже тот же узбекский нож или там карт тот же возьмем там опять же не гарда там просто лезвие выходит и чуть-чуть идет оковочка это говорит о том что все таки гарды гарды они я об этом сто раз говорю гарды нужны тем людям которые ножом пользуются редко это как бы страховка для того чтобы не порезать палец людям профессионалам которые постоянно ножом пользуются а народ когда у него национальный нож он им делают все он и скотину обдирает на ход ходит и дома что-то режет естественно ему гарды не нужно но смотрите вот банально там картошку почистить да зачем карта что то сделать какую-то надрезку я вот так его беру там что-то вот я взял не нужна гарда то есть на профессиональных ножах и с этим надо смириться и можно сколько угодно на эту тему спорить я не думаю что кто-то будет об этом спорить гарда на профессиональных ножах ее просто нет потому что подразумевается что профессионал не порежется ну бывает конечно если даже порежется то это считается ну значит надо быть аккуратным не более того нож реально замечательный все у себя в коллекции не имею ну как бы вот у меня потому что такое количество ножей что если я их все буду каждый раз там брать на охоту разные ну тут не знаю жизни не хватит нож очень интересно смотрите как он сделан выведенный вот у нас широкая такая рабочая кромка подъемчик вот такой чем-то вот клинок похож на некоторые ножи вот игры пампухи они мне вот где-то вот пересекаются с этими ножами может быть потому что все таки игорь родом с казахстана и вот если вот вы обратите внимание особенно первые ножи который игр делал как мастер которым я уважаю очень вот и но это вот вот такой нож так что относите свои карачаевцам или нет но форма вот это для любого человека очень удобно просто очень удобно я вам хочу сказать для вот для россиян да и вообще для как бы и для европейцев наверное для американцев он гораздо привычнее чем якутский нож мы не будем сейчас обсуждать плюс этого плюс того минус эту минус того но согласитесь что он гораздо привычнее в общем я не буду вам очень долго отнимать у вас времени у нас на сайте эти ножи есть из разных стали с разными рукоятями заказывайте и будет у вас хороший помощник и дома и на охоте и на рыбалке всего доброго до свидания